Всем привет! Сейчас я расскажу, как работает алгоритм построения структуры для бизнес-вопросов на примере проекта по повышению прибыли сети заправочных станций. Сначала проверим, можно ли основной вопрос разложить по формуле цепочки или таблицы. Если да, то жить будет гораздо проще. Но это, к сожалению, не наш случай. Поэтому строим дерево. Шаг 1. В чем суть проблемы? За нее мы и зацепимся для дальнейшего структурирования. Обычно у вас уже есть какие-то предварительные оценки критических аспектов вопроса. Если нет, то вот варианты. Если вопрос «Сколько? Когда?», смотрим на контекст проблемы, чтобы найти элементы формулы. Если главный вопрос «Стоит ли что-то делать?», смотрим на критерии успеха. Если вопрос «Что? Кто? Какой? Из?», то есть выбрать лучший вариант, тогда смотрим в пространство решений и критерии успеха, и на их основе строим таблицу. Если основной вопрос «Почему?», что-то произошло или происходит, то смотрим на контекст, ищем там этапы процесса и возможные бутылнеки. Если вопрос «Как?», что-либо сделать?», то смотрим на контекст и на участников, и на их основе. Готовим требования к дизайну, потом сам дизайн, а потом уже имплементацию, реализацию этого дизайна решения. В нашем примере очевидно неотъемлемая часть повышения прибыли – это повышение выручки станций. Так и запишем. Шаг 2. Выявление вопросов того же уровня. Какие вопросы так же значимы, как то, что мы сейчас записали? Идеи возможные, другие элементы формулы, другие критерии успеха, другие составляющие пространства решений, другие участники, особенно это касается клиентов и лиц, принимающих решения, другие аспекты, например, технические, организационные, культурные и так далее, другие части процесса. В нашем примере, наряду с увеличением доходов, минимизация затрат играет ключевую роль для максимизации прибыли сети заправочных станций. Шаг 3. Обобщим полученные вопросы. На текущем уровне, возможно, мы уже смогли быть миссией, то есть добиться взаимного исключения без пересечений. Но что, если мы забыли что-то на уровень выше? Чтобы проверить, попытаемся сгруппировать вопросы. Типичные группировки выглядят вот так. Внешние, внутренние факторы, финансовые, нефинансовые факторы, интенсивные, экстенсивные факторы, прошлое, настоящее, будущее, подготовка, работа, анализ результатов и так далее. В нашем случае мы смотрим на выручку и затраты с позиции операционной деятельности одной станции. Так поднимемся на уровень выше и посмотрим не просто на одну станцию, а на всю сеть, целиком. Шаг 4. Разложим каждый подвопрос на более мелкие. По сути, это повторение шага 1, но для отдельных подвопросов. Идеи, как раскладывать на кусочки вопросы. Разложим на слагаемые, на составные части, на подразделения более крупной единицы или региона, на этапы процесса. В нашем примере мы разбиваем выручку станции на топливную и нетопливную. А теперь упростим нашу структуру, чтобы легче было ее переварить и рассказать другим. Готово! Получили неплохую высокоуровневую структуру. Она миссии, сфокусирована на главном вопросе и достаточно детальная. Хотя можно копнуть и глубже, конечно. Это, кстати, срез реальной структуры, которую использовали мои коллеги из Макинзи на одном из проектов. А дальше на основе этого дерева можно и анализ проводить самостоятельно, и делегировать стримы членам команды, и построить качественно связанную презентацию. Но об этом чуть позже. Субтитры создавал DimaTorzok